Всем добрый день! Мы начинаем новый второй сезон подкаста проекта «Полка», проекта о самых важных русских книгах в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сопрыкин. Не так давно начался новый учебный год, и я подумал в связи с этим, что в последнее время, когда вокруг нас все чаще говорят о культурном коде россиян, о каких-то скрепах, объединяющих нацию, вообще-то традиционно имеются в виду, среди прочего, и русская литература. Но настоящей интегральной частью этого культурного кода являются на самом деле не цитаты, не строчки из стихотворений Пушкина, не известные всем образы, а является, конечно, опыт изучения всего этого на уроках литературы. Вот то переживание, тот экспириенс, что действительно знаком каждому жителю России. Сочетание страха и непонимания, а иногда восторга. Вот это замирание сердца от невыученного стихотворения, когда тебя вызывают к доске. Ужас перед обилием непонятных устаревших слов и названий предметов одежды, и каких-то реалий дворянского быта, и так далее, и тому подобное. А иногда и восторг от того, что действительно какая-то строчка или какой-то образ вдруг ранит тебя в самое сердце. Вот об этом культурном коде мы и хотим сегодня поговорить. Школьные уроки литературы, что с нами на них было, что будет на них со следующими поколениями, и чем, в конце концов, сердце успокоится. Я бы начал вот с чего. Наверное, все-таки, ну вот мы же исходим из того, что мы все любим русскую литературу, да? Мы все в какой-то момент ее полюбили. И, наверное, этот момент можно попробовать выделить. А помните ли вы ту секунду, ту книгу, тот день в жизни, когда вот эта изучаемая в обязательной школьной программе русская классика как-то по-настоящему вас зацепила? Когда она стала для вас по-настоящему живой? Мне кажется, что этот опыт совершенно не обязательно школьный и даже скорее не школьный, потому что все-таки школьное литературное образование, оно предполагает такую нормативность. Оно предполагает, прежде всего, не восхитить нас, не пробиться непременно именно к нашему сердцу, непременно каким-то индивидуальным ключом. Но сделать так, чтобы вот этот самый культурный код был более-менее общим и люди друг друга понимали. По крайней мере, где-то в основе школьного литературного образования лежит, по-моему, такая идея. Чтобы приехав в Якутск и сказав, ну что ты со мной, как Татьяна с Онегином, ты был бы понят неизвестным тебе собеседником или собеседницей. Собеседницей скорее, наверное, да, но штука в том, что у этого подхода, конечно, есть и плюсы, и минусы. Конечно, с одной стороны, мы получаем вот этот набор мемов и общего знания, с другой стороны, он до известной степени выхолощивается, а когда мы пытаемся взять количеством то, что называется, как правило, никакого вдумчивого глубокого чтения не получается. В свою очередь, ненормированный детский опыт, то есть те книги, которые мы начинаем читать в еще более раннем возрасте, которые читают нам, которые нам читают на ночь, это вот, наверное, то самое первое соприкосновение, в том числе и с классикой, которое делает ее живой. Хорошо, давайте резко расширим тему и забудем о школьной доске и трепетом перед ней, хотя будем где-то на заднем плане все-таки иметь его в виду, и поговорим о вне-классном чтении, если уж продолжать пользоваться школьной терминологией. Ну и о классном и не в классном, если про меня, то это, наверное, какие-то тексты, которые мама читала на ночь, и, кстати, это была вполне себе классика, то есть Пушкин и Лермонтов — это такие вещи, которые и читались, и даже пелись там в каком-то дошкольном возрасте, и с тех пор помнится наизусть. И какие-то самостоятельные опыты чтения, они тоже были связаны и с классикой, и с просто какими-то детскими книгами, и с фольклором, которые были в доме. В частности, недавно у Ленор Горолик на ее сайте PostPost был материал о том, какие книги вас в детстве пугали, и оказалось, что довольно много людей, и статистически это значимая цифра, страшно боялись произведения Гарина Михайловского «Детство Темы», а именно того места, где Тема узнает, что собака-жучка была кем-то брошена в колодец, и лезет ее в этот склизкий страшный холодный колодец спасать. Это почему-то производило такое ужасающее впечатление. Да, у меня, наверное, никакого такого детства Темы пугающего не было, но были какие-то неочевидные тексты, которые очень много чего зародили в голове, и их вполне можно отнести к классическим. Скажем, прочитав «Республику Шкит» Белых и Пантелеева, я начал писать стихи ровно потому, что прочитал там, что беспризорник Ленька Пантелеев досочинил поэму, и я подумал, почему же Ленька Пантелеев может сочинить поэму, а я не могу, и немедленно ее сочинил. И надо сказать, что у Леньки Пантелеева с первоначалу получалось лучше, наверное, чем у меня, по крайней мере, рифмовал он гораздо чище. То есть вот такие совершенно неожиданные истории, они происходят с книгами постоянно, потому что книга – это такой очень рандомный витамин, который в тебя вбрасывается и что-то с тобой производит. Вот поговорка латинская «У книг своя судьба», «У чтения, да, тоже своя судьба», и «У твоей встречи с книжкой есть какие-то совершенно непредсказуемые последствия». Да, я бы сказала, что есть непредсказуемые последствия. Они могут появиться и в школе в рамках изучения школьного курса литературы, но, наверное, больше вероятности появления таких непредсказуемых связей в голове, непредсказуемых последствий и впечатлений. Именно при домашнем чтении, в ситуации ребенка наедине с библиотекой, конечно, кому повезло оказаться таким ребенком, потому что не у каждого есть дома большая библиотека, и, например, не все родители полагают, что детям можно читать все, что угодно. Я слышала истории в детстве о девушке, которой родители запрещали читать «Темные аллеи» Бунина, совершенно их цензурировали до всяких официальных запретов, полагая, что это чтение не детское. При этом, когда ребенок читает классические произведения, которые во многом могут быть ему непонятны еще дома, один сам, произведения, в которых он, например, не понимает просто реалий, он не понимает там многих слов. Зипун. Зипун. Он в каком-то смысле получает более аутентичный опыт, чем при чтении этого же самого произведения в школе, когда чтение происходит одновременно с анализом, с анализом предложенным, да, в предложенных категориях. Акценты в этом произведении за него уже расставлены. Например, это могли быть в советской школе какая-нибудь идея про народ или про человеку дают текст и показывают, на что ему надо там смотреть. Обломова прихлопывают Добролюбовым, и мы уже через эту призму волей-неволей на него смотрим. Между тем, да, когда ребенок читает, не знаю, я помню, что когда я читала Руслану и Людмилу в детстве, то я во многом, как, вероятно, первые ее читатели, на меня большое впечатление произвела эротическая сцена, вначале прерванная появлением Черномора. То есть меня она несколько, можно сказать, шокировала своей откровенностью. Хотя теперь она... Влюбленный шепот и поцелуев сладкий звук и прерывающийся ропот последней робости. Да, но при этом в Руслане и Людмиле есть еще более шокирующая эротическая сцена, когда появляется гарем, значит, в одной из глав. Это совершенно не детское чтение, на самом деле. Но ребенок, он ведь не считывает те пласты информации, к которым он не готов. Возможно, я не опознала, как-то не отложилась в моей памяти сцена про гарем. У меня есть похожая история про любимую книжку моего детства, наверное, достаточно необычную для девятилетнего возраста, в которой я впервые ее прочитала, а именно роман Чернышевского «Что делать», который меня совершенно заворожил, во-первых, тем, что в первый раз меня посетила мысль о том, что я не согласна с автором и я не отождествляюсь с героиней. Что автор, очевидно, симпатизирует своей героине в высшей степени. Он очень серьезно относится к ее поискам и прочему. Мне же она кажется невероятно смешной и манерной. Кроме того, меня поразила странность этого языка. Я помню, что я в детстве знала наизусть целые страницы о том, как Вера Павловна, допустим, мечтала, чтобы мать согласилась покупать ей ботинки у Королева, а не на толкучем рынке, потому что на толкучем они такие безобразные, а королевские удивительно сидят на ноге. Или о том, что печенье было для Верочки только предлогом для сливок. При этом всю огромную проблематику вот этой женской эмансипации, женской сексуальности и прочего я совершенно не считывала. Меня несколько удивляло, отчего Лопухов стучит поутру в дверь к жене пальто, поскольку я по умолчанию предполагала, что будучи женаты, они спят в одной кровати. Вот сложность ситуации, в которой вот этого их полотанического брака, она была недоступным ему сознанию и никак его не тревожила в тот момент. Когда она бросилась к нему со словами «люби меня, миленький». Мало ли, как-то я прочла все это, но я совершенно на этом не сосредоточилась. Меня скорее печенье меня очень интересовало, и меня невероятно интересовал язык. В этом смысле это был какой-то опыт критического чтения первое, я бы сказала, когда я начала получать удовольствие от языка, и в этот момент всякие зипуны надолго перестают пугать. Мне кажется, у меня похожая история. Мой папа научил меня читать два с половиной года, и с тех пор родители меня довольно редко видели. И все карманы и деньги я спускала на книги. Но при этом классика показалась мне живой гораздо-гораздо позже. Наверное, тогда, когда чтение любительское сменилось чтением чуть более профессиональным, когда я начала читать литературу о литературе. Когда появилось понимание о том, что такое композиция, зачем нужна звукопись, как устроена система персонажей. И тут оказывается, что литература – это вещь довольно практическая, со своим инструментарием. Что она не ограничивается темами для сочинений или блёрбами на обложках книг, где люди, критики, соревнуются в том, сколько эпитетов они знают. Алина, какие были любимые книги до классики? Мне кажется, я читала абсолютно всё. Начиная с полками с детективами, которых было очень много, или, например, полки с дамовскими романами типа «Анжелика», которую мама запрещала мне читать, заканчивая энциклопедиями. Просто читала абсолютно всё. Я тоже был совершеннейшей машиной чтения. Я помню, что в детстве меня, это не имеет отношения к нашей теме, совершенно завораживал вид комбайна. По телевизору, в новостях, в программе «Время» часто показывали репортажи об успехах комбайнёров. И вот эта вот машина, которая красная, которая едет по жёлтому полю, как бы сжирая всё на своём пути, меня невероятно как-то фасценировала. Я сейчас понимаю, что я тоже был такой машиной для чтения. Вот я как комбайн проходился по книжным полкам. Любимой затеей было бы там приехать или прийти куда-нибудь в гости, наугад выхватить какое-то собрание сочинений, неважно чьё, взять первый том и начать читать всё последовательно, пока хватало времени в этих гостях. Вот. И возвращаясь к Вариному примеру, я, наверное, соглашусь, что ощущение какой-то жизни текста и ощущение, что этот текст имеет к тебе отношение, создаёт какие-то сильные чувства иногда эротического характера, а иногда и прямо противоположного. Тонатос действует ничуть не хуже, чем Эрес. Вот. И для меня как бы классика, наверное, как я сейчас понимаю, впервые стала живой именно в моменты ужаса, который ты испытываешь от того или иного текста. Замечательно в этом смысле работает Ви и вообще весь... Ну, в общем, не очень большой корпус текстов такого русского или славянского хоррора. Наверное, это не имеет отношения к чтению, но одним из моих любимых фильмов с детских лет были «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера и, в частности, эпизод с Доном Гуаном и «Каменным гостем». Вот это, значит, тяжело пожатие каменной десницы, которая придавливает Высоцкого, про которого уже понятно, что он умер, что тоже как-то вот с этим каменным гостем как-то сопрягается и рифмуется, и свет, который, значит, заливает всё, проникая из двери, в которую входит памятник. Вот это всё действовало совершенно невероятно. Наверное, единственной книгой, которую мне родители почему-то запретили читать, был только что изданный в «Иностранке» роман Стивена Кинга «Мёртвая зона». Они почему-то сказали, что «Не, ну это вот, пожалуй, что не для тебя, а это вот чуть-чуть попозже». Понятно, что ничто мне так не хотелось прочитать в следующие там сколько-то, три или четыре года, пока он снова не попал мне в руки, как «Мёртвая зона» Стивена Кинга, и я поразился, а что же, собственно, от меня прятали, если, ну вот, я и не таким ужасом уже с самых ранних лет был готов. А вы какие недетские книги любили? У меня есть хорошая история про недетскую книгу, которая попала в руки. Это был взрослый Хармс, который, ну понятно, поскольку это был Хармс, а я уже привык к Хармсу детскому, совершенно его обожал и поглощал, заканчивал книгу и начинал читать её снова. Я стал читать там «Случаи» и всё, что за случаями, и там встретилось что-то по моим тогдашним понятиям совершенно порнографическое. Да, голая еврейская девушка раздвигала ноги и выливала молоко и так далее. И я в ужасе пошёл с этим к маме с вопросом, как же вот так, вот Хармс, и вот, значит, мама на меня посмотрела и говорит, вот тут, скажи, мне написано «Дед Гис», ты взял в руки взрослую книгу, значит, не жалуйся. И эта история мне ужасно дорога, потому что она, так сказать, чему-то научила. Это очень похоже на, на самом деле, на философию моих взрослых, моей матери, которая полагала, что если ребёнок способен осилить золотого осла Апулея, ему поздно его запрещать. То есть критерием является скука. Нам о какой-нибудь книге могло быть сказано, кажется, тебе это будет скучно, но никто не стал бы запрещать. Зато у меня был любимый рот литературы, за который я подпрягалась о смеянии и некоторому осуждению, но не запрету, потому что такое не было у нас в ходу. А именно это были, например, повести Аркадия Гайдара, которую я так же, как и Юра, значит, подрезала где-нибудь в гостях. Это был недоступный мне пласт советской литературы, от которой нас оберегали, как от всего идеологически окрашенного. Поскольку у матери была, понятная, советская травма от всяческого пропагандистского преподавания литературы, а меня обуревало любопытство. В частности, я в школе нашла книгу рассказов о детстве Ленина. В семье Ульяновых она называлась. Я принесла её домой. Я уже была подростком. Это были детские рассказы. Тем не менее, я принесла её домой. С упоением стала читать. Мне казалось, что это невероятно смешно. Мама смотрела на меня с ужасом, потому что это всё, от чего она хотела меня защитить всю жизнь. Ей это смешно не было, потому что у неё не было такой дистанции, как у меня с этими рассказами. Я же их воспринимала уже абсолютно в духе московского концептуализма. Я фактически... Вот московские концептуалисты переварили для меня весь этот советский миф таким образом, что я уже не могла этот текст принимать иначе и просто читала это как Пригово фактически. Вообще, это довольно поразительное время детского чтения, когда ты читаешь совершенно всё подряд. Когда ты читаешь одновременно «Волшебника из Убрудного города», можешь читать там «Жюли Верна», и пробовать, не знаю, прочитать Германа Гесса, потому что там понравилось название «Игра в бисер». И всё это как-то в голове начинает сплавляться в какие-то странные сочетания. Мне кажется, особенностью детского чтения ещё является возможность абсолютной выпасть из реальности на день, буквально пока родители не позовут себя поесть. Это не мы стали старше, это летотру стало хуже. Нет, наши слушатели сейчас определённо решат, что мы над ними издеваемся, потому что вот это «читаешь всё подряд», взять книгу и выпасть вместе с нею на день. Но это было в детстве. Да, это предмет ностальгии и вместе с тем какого-то обострённого чувства невыполненного родительского долга у многих нынешних родителей, у тех, чьи дети никуда не выпадают на день с книжкой и совершенно не соглашаются читать всё подряд, кроме инструкции к какому-нибудь Майнкрафту. А ещё, как заметила Варя, это и может быть признак какой-то привилегированности, потому что совершенно верно, не у всех бывает библиотека, не всех приучают к чтению и просто не у всех есть такая возможность. Но с другой стороны, в моём случае это было отчасти и следствием репрессивного воспитания. Например, нам был абсолютно запрещён телевизор. У нас не было такой опции. Конечно, в детстве мы это воспринимали как ущемление наших прав. А теперь, возможно, я даже благодарна за это, мать. У меня телевизор был разрешён, но это ей-богу ничего не мешало. И настоящая машина чтения, конечно, если вдруг в месте, где ты живёшь, нет библиотеки, то ты идёшь просто в районную библиотеку или в ближайшую детскую библиотеку и решаешь там все свои проблемы. Прямо скажем, конкуренция у книги была небольшая. То есть телевизор, кино. А сейчас, мне кажется... Ютуб довольно серьёзная конкуренция. И даже для меня сейчас. Была, однако, во всём этом детском чтении проблема, которую мы вспоминали обе с Полиной, думая про этот разговор. А именно, маленькой девочке, в отличие от маленького мальчика, читающей всю приключенческую литературу, которую ей положено читать, допустим, совершенно не с кем там отождествиться. Это мной даже сейчас движет не какой-нибудь специальный феминистский пафос, а просто вот это чувство ещё несправедливости, вынесено мной с детства, потому что все активные и чем-нибудь сколько-то интересные роли отданы в литературе мужским персонажам. Хотя тот же волшебник изумрудного города, там, в общем, девочка главная. Ну, послушайте, ну, а там Динка, «Дорога уходит вдаль», да, вот на этом, пожалуй, список заканчивается. И социал Александра Бруштанова вы сказали, да? Согласитесь, что Динка – это не граф Монте-Кристо, а графиня де Бонсаро. Нет, конечно, в большинстве приключенческих книжек, да, женский образ представлен какой-то девочкой в платье с рюшечками, над которой все смеются, но потом, когда ей удаётся как-то особенно здорово там пролезть сквозь куст чертополоха, она приобретает некоторый авторитет в мальчишеской компании. Но, скажу, возможно, самонадеянно, можно предположить, что это даёт читателю женского пола в детстве некоторые преимущества, потому что приходится более обобщённо воспринимать написанное, поскольку отразительство всё равно нужно. Например, я вспомнила книгу, в которой это абсолютно не важно, в которой полгероя не важен, это Робинзон Крузо. Насколько Робинзон Крузо существует вне социальных и гендерных отношений, даже с появлением «Пятницы» это никак не меняется. Там по существу неважно, какого он пола. Например, потому что там нет романтических отношений. Это просто выживающий человек со своими размышлениями и практическими невзгодами. И он вызывает абсолютное отразительство без всякого внутреннего конфликта. Достаточно прочитать Мишеля Торнья при этом и вспомнить, что Робинзон Крузо, конечно, мужчина со всеми сопутствующими навязчивыми состояниями. Но с русской классикой все еще сложнее обстоит. С кем можно ассоциировать себя маленькой девочке в русской классике? Ой, я расскажу тебе о леденящую кровь историю с его знакомства с Достоевским. Дело в том, что еще одной любимой книжкой моего детства был роман Шарлотты Бранте «Дженейр», который девочке вообще полюбить несложно, благодаря гениальному, на мой взгляд, приему. Там героиня в начале, ну, 9 лет, столько же, сколько и было мне, допустим, или я была чуть старше, когда начала ее читать. И поэтому с ней как раз очень просто отождествиться и дальше уже расти как бы духовно вместе с нею. И по этому же принципу я взяла в руки, я подумала, это интересно, когда героиня маленькая девочка, как и я, поскольку, как сказано выше, это был нечастным опытом. И, пошерстив по полкам, я нашла еще одну книжку, в которой дела обстали так же. Это была неточка незваного Достоевского. Я почитала ее некоторое время, и после этого я не возвращалась к Достоевскому вот уж действительно до старших классов школы, когда их просто стали проходить. Но при этом Настасья Филипповна для меня была одной из немногих героиней в русской литературе, которая вызывала определенную симпатию и чувство самоотождествления. Да, в честь нее, как недавно выяснилось, назвали Настасью Кински, ее удивительные родители. Ну, по крайней мере, это героиня, которая вызывает уважение своей самостоятельностью и таким обаятельным безумием. Да уж, с субъектностью у нее нет решительных никаких проблем. Да, по крайней мере, это гораздо лучше, чем какая-нибудь Катерина из Грозы или Лариса из Беспреданницы. Да, но по поводу самоотождествления, конечно, не только есть это гендерные проблемы, но и проблема, если мы уже переходим снова к школе, вообще с современностью. Именно из-за того, что герои погружены в совершенно другие реалии, с ними очень сложно как-то себя соотнести. Это одна из причин, по которой в школе, по-моему, совершенно необходимо говорить о современной литературе, хотя бы в старших классах. Вот тут я понимаю, что, конечно, у нас все-таки есть какая-то поколенческая пропасть, потому что для моего поколения, там, детей 80-х, никаких проблем с тем, чтобы отождествиться с современниками, абсолютно не было, потому что тебя окружал корпус позднесоветской детской литературы, который весь состоял вот из этих каких-то бодрых, значит, мальчишек в школьной форме с начищенными серебряными пуговицами, которые куда-то там вот лезут через куст или строят какую-нибудь авиамодель. Это было школьное чтение? Да, мальчик клеил модель в клубе. И это было где-то около школьное чтение, по крайней мере, ну, как-то оно, за ним не надо было специально ехать в какую-то книжную лавку, которая одна на весь 10-миллионный город. Это были детские журналы, это были книжки, которые вокруг тебя окружают, и экранизация этих книжек, и все на свете. И среди них были, в общем, довольно неплохие, ну, какого-нибудь Голявкина, который прекрасный взрослый писатель, я до сих пор вспоминаю с радостью про Драгунского уши, уши и речи нет, и Крапивин в чем-то тоже был хороший, во многих до сих пор отзывается. Но, что касается гендерной идентификации, я должен вам сказать, вот когда мы вспоминали вчера, кто с кем отождествлялся, я не мог честно вспомнить ни одного какого-то героя приключенческой книжки, на которого, вот про которого я думал, что я там на него похож, или хочу быть на него похож, никакой капитан сорви голова, или всадник без головы, или винетуд рук апачи, в общем, ничего подобного, я никаких до такой степени сильных чувств я не испытывал никому, как испытывал героиня повести Железникова Чучева. И не потому, что у меня в школе был буллинг, или там меня как-то обижали, или что-то, а потому, что вот это был какой-то опыт совершенно пронзительной эмпатии, да, я понимал, что не то, что я – это она, мадам Бавария – это я, но я вот очень хорошо понимаю, что с ней происходит, и дико ей сочувствую. Гендер – это перформанс, как говорит феминистская исследовательница Джудит Батлер, и поэтому для меня вот это перформативное влипание в судьбу Лены Бессольцевой, кажется, да, оказалось каким-то очень важным, очень важным опытом сострадания. Ну, тут я не могу с вами не согласиться, потому что, в самом деле, одной из главных моих ролевых моделей в детстве именно был Серано Дебержарак, Ростановский. Я должна сказать, что это изгадило мне жизнь, конечно, на многие годы, но я очень сильно с ним отразистилась, уж не знаю почему. Ну, в принципе, эмпатия, конечно, предполагает не только вживание в что-то понятное, но и наоборот, возможность представить себя на совершенно другом месте. Другое дело, что язык и реалии могут тормозить восприятие на этом пути. Интересно еще, как ты в детстве иногда из самых неподходящих для этого книг ловишь не только там взрослые темы или взрослые чувства или взрослые ролевые модели, но и взрослые довольно абстрактные идеи. Вот у меня, например, я помню, как еще, вот примерно в том же возрасте, что вы научились читать, я научился немногим позже. Мне попало в руки стихотворение Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса». Стихотворение про то, как Влас сидит в пивнушке, значит, мочит уз в бездонной кружке. И я как-то очень тяжело залип на образе этой бездонной кружки. Я начал себе представлять кружку, у которой действительно нет дна. И куда же она уходит? Вот это было первое переживание бесконечности, пожалуй, в моей жизни, вот этого опыта чего-то, что невозможно себе представить, про что невозможно себе представить его предел. Я видел сквозь эту кружку целую вселенную, как в фильме «Интерстеллар». Это было поразительное чувство. Или рассказ Пантелеева, все того же Пантелеева, честное слово, где героя, как известно, во время какой-то полувоенной игры оставляют на посту, дежурить, забывают его с этого поста снять, и он стоит там целые сутки. Да, вот когда я уже потом в более взрослом возрасте прочитал, что Хайдеггер считает заброшенность одной из фундаментальных характеристик человеческого существования, я понял, что он имел в виду вот ровно то, что я чувствовал при чтении «Честного слова». Вот это стояние в просвете бытия, когда тебя все забыли, уже никто не помнит о твоем существовании, но есть какой-то твой человеческий долг, абсурдный, непонятно откуда взявшийся, но вот долг быть на этом месте, который ты должен на себе нести. Боже, благодаря вам я только что вспомнила свою самую значимую книгу в детстве, я читала ее лет в пять или годы в четыре, наверное, даже. Это была история про дом, который бросили. Я очень хорошо запомнила его. Ну, то есть дом стоял летом, зимой, следующим летом, зимой к нему никто не приезжал, и со временем он совсем подускнел, развалился, и, в общем, конец был примерно в этом духе. И это потрясающее впечатление производить на детскую психику. Но это наводит на вопрос. Вот книжки, которые вспоминаете вы, это, которые вы сейчас вспоминали, это специализированная подростковая литература, которую принято считать сейчас ненастоящей, она традиционно презираемый жанр с позиции взрослого читателя. Это можно отнести к произведениям Лидии Чарской, например, при всей их извлекательности для девочек-подросток, каков и ее времени, и даже современных, или к бесконечному количеству современных подростковых книг, чьих, не знаю я ни названий, ни авторов, но мне рассказывают в особенности «Живущие в Америке», например, где этот жанр процветает от моей подруги, что подруга мне рассказывала, что ее дочь в 12 лет читала исключительно книжки о девочках-подростках в 12 лет, в 13, о 13-летних и так далее, потому что для каждого конкретного года существовала своя огромная литература. И это кажется мне, конечно, каким-то чрезмерным упрощением, поскольку, если не поднимать человеку планку, если пытаться соответствовать уровню ребенка, твой уровень повысит, как бы, мне хочется, чтобы в литературе была тайна, когда мы начинали читать непредназначенные для нас книги, то мы, вот в нас как раз и происходили те какие-то неожиданные превращения, о которых говорил в начале Лева. Но тут Юра говорит, что и рассказ, честное слово, оказывается, в ребенке создает в Хайдгерске такого уровня переживания. Дух дышит, где хочет. Я абсолютно в этом уверен. И пока у нас образовалась небольшая пауза, хотели бы порекомендовать вам замечательный подкаст, который записывают наши партнеры, друзья и коллеги. Привет, я Катя Хронгауз. А я Андрей Бабец. Каждую неделю мы читаем новости и обсуждаем новые этические вопросы, которые они перед нами ставят. И вопрос этот совершенно удивительный. Надо ли жалеть робота, если его бьют? Надо ли продавать свои яйцеклетки? Можно ли ходить на митинги, если у тебя маленькие дети? Надо ли страдать паранойей в 21 веке? Мы занимаемся прикладной этикой. Каждую неделю в подкасте так вышло. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыки, в сообществе ВКонтакте или на нашей странице в Фейсбуке. Давайте все-таки вернемся к школе, которая была так опрометчиво заявлена в начале нашего подкаста. И очень быстро поговорим вот о чем. Вот давайте представим себе, что мы сегодня первый день эпохи прекрасной России будущего. И нас, как признанных специалистов по литературе, которые знают и рассказ «Честное слово», и... Хайдегера читали. Хайдегера читали, да. Пригласили составить комитет по тотальному преобразованию школьной программы. А что на самом деле надо сделать с литературой в школе, чтобы вот этого ощущения страха и непонимания, о котором мы говорили в начале, и трепета перед доской было меньше, а восторга и понимание, и восторга от этого понимания было больше. Краткие, так сказать, несколько секундные предложения о том, как нам реорганизовать школьную программу. Значит так, избавиться от представления о том, что литература это нечто изолированное, другими словами, дать понять, что литература существует не только в XIX веке и не только в России, а в общем везде и вокруг нас. То есть разомкнуть российскую литературу в мировую и разомкнуть эпоху классики в современность, в древность, куда угодно. И больше того, связать комиксы и Гарри Поттера с традициями русской классики, поскольку у них у всех можно, надо сказать, единые корни. И, конечно, перестать гнаться за количеством прочитанного и просто научиться внимательно читать, говорить о конкретном тексте, разбирать его несколько уроков, сравнивать с тем, что читал ребенок, школьник, помимо этого, предлагать школьникам самим вести уроки о своих любимых книгах. Собственно говоря, я совсем недавно прочитал пост в Фейсбуке одного из наших экспертов, замечательного учителя Сергея Волкова, который начал знакомство с классом, расспросив у учеников, какую книгу, читанную ими, они его порекомендовали прочитать своим одноклассникам. Получился ужасно интересный список, где была и Анна Каренина, и, значит, какой-то подростковый селф-хелп, и Гарри Поттер, и Властелин колец, и все на свете. И с этим списком было бы страшно интересно просто весь год дальше работать, попутно рассказывая о том, каким образом вообще тексты устроены. Как можно написать историю сегодня, как она писалась раньше, и никаким образом, мне кажется, от этого желания прочитать классику не уйдет. Больше того, если учитель скажет об истоках, всегда интересно посмотреть на некоторые олдскулы, всегда интересно посмотреть, с чего это началось. Человек сам пойдет и прочитает Анну Каренину, если его это заинтересует. Мне все-таки кажется, что у тебя несколько идеалистическое представление об учениках, как, возможно, и у нас всех, потому что мы были детьми книжными, но опыт, например, Сергея Волкова тоже, наверное, нельзя считать репрезентативным, потому что это, как бы сказать, элитарная школа. А я преподавала в очень хорошей школе, но без фокуса на литературу. И я тоже начала первый урок в 10 или 11 классе с предложения сказать мне просто, какую книгу вы читали последней. Не в этом году, не за это лето, просто последней. Из всего класса мне вспомнили две книги, остальные дети просто не смогли вспомнить книги. Это были умные дети, симпатичные, и впоследствии они с удовольствием обсуждали то, что им предлагалось, хотя уровень понимания архаического текста у них был очень низкий. То есть разбор каждого текста начинался с того, что мы просто переводили текст слово за словом и помчались в Палестину, крест на раменах, пишет Жуковский. Зачем они помчались в Палестину, почему крест и что такое рамена? Буквально так. Но дальше начинался интересный разговор. Однако исходить из того, что у детей уже есть какая-то своя начитанная база, есть такое привычное занятие, и мы сейчас популистки к этому как бы будем апеллировать, и тогда у нас сразу все получится. Вопрос просто в том, что мы снабировали их собственные предпочтения. Мне кажется, это не так просто. Я глубоко убежден, что это хоть с колобка можно начать этот разговор, потому что у него тоже есть этот тоже текст, он тоже устроен определенным образом, и можно начать говорить о том, как вообще устроена литература примерно с любого места. Меня вот смущает хронологический принцип изучения русской литературы. Насколько я помню, в девятом классе изучается в XVIII век, в X, X, X и XI, в XX или как-то так. Хотя мне кажется, литература XVIII века гораздо более сложнее устроена и сложнее понять, чем литература XX века. Очень смущает меня, когда писателям относятся как к светочам разума и людям, которые родились, чтобы сеять доброе, разумное и вечное, хотя зачастую уж мы в полке знаем это, насколько интересными, противоречивыми бывают эти люди. Когда есть возможность выйти за пределы этого портрета из учебника русской литературы, это просто было бы здорово. Ну и вообще есть в школьном курсе литературы ощущение, что вся литература это вот такое собрание портретов, которые между собой практически никак не сообщались. Это, по-моему, в одной из статьй Олега Юрьева была такая пародия на библейский зачин. Да, Пушкин родил Лермонтова, Лермонтов родил Некрасова, Некрасов родил Тютчева. Потом они все как-то поднатужились, родили Маяковского, а Маяковский родил Горького и социалистический реализм и так далее. Ну то есть, понятно, что это такая упрощенная схема, но вот как такую олимпийскую эстафету примерно литературу и представляют себе. От этого, по-моему, тоже нужно избавляться, именно показывая, каким образом тексты разных эпох друг с другом общаются и перекликаются. Мне еще кажется, что в идеальной России будущего, в идеальной школе этой России будущего из преподавания литературы преследовало бы три цели. Первая – это ораторское искусство, умение выражать свои мысли, аргументировать их. Конечно, этого очень не хватает, кроме этого точно не хватает. А вторая цель – это пресловутый creative writing, то есть, как написать текст, чтобы он был продающим, чтобы он был интересно написанным и так далее. И третья роль – литература может и психотерапевтические функции выполнять, то есть те же самые пресловутые уроки жизни, которые мы извлекаем из текстов. Да, но и для всего этого, конечно, понадобится просто отказаться от идеи отчетности и начетничества, от галочек прочитанного и от умения четко, как в ЕГЭ, ответить на формально заданный и не имеющий никакого отношения к тебе лично вопрос. Полина, вы украли у меня финальное выступление, потому что я хотел буквально сказать ровно то же самое слово в слово, но, может быть, с еще небольшими какими-то комментариями и дополнениями. Мне кажется, что действительно сейчас, когда мы изучаем литературу, мы изучаем несколько разных и очень плохо сходящихся друг с другом вещей. И вы довольно точно их выделили. По крайней мере, мне почти нечего к ним добавить, за исключением, собственно, истории литературы. Потому что, да, в общем, и вот этот сюжет про то, как Пушкин радио Лермонтова, мы, безусловно, изучаем тоже. Я осмелюсь предположить, что для изучения этого сюжета совсем крамольная мысль, может быть, не всегда обязательно даже читать тексты. Может быть, это изучение, это как раз, как сформулировано этого названия известные книги, искусство рассуждать о книгах, которые ты не читал. Может быть, эта история рассказывается скорее через биографические подробности, через какой-то контекст идей того времени или идейных споров или общественных конфликтов или смены литературных стилей и жанров с привлечением фрагментов, но без прочтения всех четырех томов войны и мир за месяц. То, что мы делаем в полке, собственно говоря. То, что мы делаем в полке, собственно говоря. Да, пожалуйста, дорогое Министерство образования, мы к вашим услугам. Поскольку на самом-то деле и сейчас, и в нынешней школьной программе по факту урок литературы это и есть искусство рассуждать о книгах, которые ты не читал. И в этом искусстве тебе помогают брифли.ру, значит, книги, сборники рефератов и сочинений и готовых ответов на вопросы ЕГЭ. В общем, огромная индустрия, помогающая школьнику сделать вид, что он успел за месяц прочитать эти четыре тома войны и мира, что на самом деле не так. Я согласна с вами про содержание урока. Мне осталась непонятна одна мысль, которую вы так немножко впроброс, но сказали все. А именно, что нужно менять сам состав этого школьного курса. В частности, если я правильно поняла, вводить в него, скажем, современных писателей. Нет. Условно говоря, думаете ли вы, что нужно проходить Сорокина в 11 классе? Я думаю, что про Сорокина надо сказать, что он есть в 11 классе, что где-то в конце тебе должны сообщить, что бывает и такое. Вот это знание, оно довольно важное. Как бы, зная это, например, ты проходя мимо кинотеатра и увидев афишу фильма «Сорокин трип», ты сразу поймешь, идти тебе на него или нет. Эта афиша тебя не обманет. Но это не изучение текста, подробное, с дополнительными вопросами или вопросами на знание текста, которого требует нынешний курс, и даже не чтение ради удовольствия, которое он, этот курс, как бы предполагает. Да, это вот именно, что знание, что такой феномен существует. Ну, как написаны детские энциклопедии по литературе. Вот примерно таким образом. А все остальное, это какие-то совсем другие дисциплины и совсем другие курсы. Я с Полиной тут совершенно согласен. Риторика и коммуникация, умение пересказать текст, сформулировать в нем главную мысль, рассказать о нем увлекательно или пересказать его увлекательно. И наслаивающееся на это искусство дебатов, искусство защиты своей позиции, искусство просто смолтока, небольшой светской беседы, для которой книги – это такая же естественная тема, как и погода. Это отдельная дисциплина, не имеющая отношения к вот этой, как бы, истории преемственности от Пушкина-Клермонтова. Креатив-райтинг и умение написать самому текст, который не является сочинением, о роли личности в истории на примере Наполеона и Раскольникова, как это делается сейчас, с готовым шаблоном и готовыми заранее ответами, но является, тем не менее, набором некоторых правил, которые позволят тебе удачно выражать свою мысль и составлять законченный текст. Это тоже важно. И психология, то есть понимание себя, понимание другого, понимание своих чувств, умение разбираться в разных жизненных ситуациях – это тоже то, что зашито в нынешний курс литературы, и то, что надо, наверное, из него как-то вышить и вычленить. И вот это как раз и есть предмет того медленного, неторопливого, задумчивого чтения с обсуждением с одной книжкой на полгода или как угодно. И какой угодно книжкой. Важно, чтобы это было медленно, не спеша, с удовольствием и с долгими разговорами вокруг нее. Ну, я тут как жестоковыйная княгиня Мария Алексеевна каркну за валенки, что можно согласиться со всем, что вы говорите. Да, на уроке литературы правильно научить ученика читать, писать и говорить, коротко говоря, да? Но вопрос в наборе текстов. Потому что все это читать, писать и говорить можно выучить на примере рассказа честное слово. И даже логичнее делать это на примере текстов, которые близки ученику, которые, не знаю, Гарри Поттера. Но в Гарри Поттере не будет фокусов, в нем не будет языкового сдвига, хотя бы потому, что он, очевидно, переводной в русской школе был бы. А в нем, вот если говорить про перевод, я знаю человека, который полагает, небезосновательно, очевидно, потому что он знает примерно шесть языков, что иностранные языки следует учить не по оригинальным литературным произведениям, а по переводам. То есть, допустим, читать Фауста по-итальянски. Поскольку язык перевода это нормативный язык, в отличие от странного языка писателей в оригинале. Но я, конечно, с этим не соглашусь все же, потому что нельзя все сводить к нормативному. Наша идея... Я хочу, чтобы литература расширила сознание. И в этом смысле литература фэнтези выполняет, например, какая-нибудь, что близко к ребенку, выполняет огромное количество полезных и важных функций. Она именно что, как вы говорите, учит понимать свое место в мире, коммуницировать с взрослыми и с верстниками и прочее, прочее. Но она не расширяет границы сознания, как ни странно, за счет введения, ну не знаю, троллей. Она наоборот... Она не расширяет границы языка. И связанные с языком границы сознания, это действительно так. И вот тут, может быть, Лева подскажет, что нам с этим делать. Толкин, в общем, сочинил несколько специальных языков для рас, которыми он населил свое Средиземье. И я знаю, что многие лингвисты начинали с того, что узнавали об этих языках. Я могла писать на них в школе. Да, их это интересовало. Мне кажется, Варя говорит не совсем об этом. Варя говорит о том, что встреча с невероятно причудливым и вычурным, например, гоголевским языком, даже когда она происходит в обязательном порядке, и с подпалки, и через силу, она все равно что-то с тобой делает, потому что никто другой так на русском языке не говорит. И это же относится и к Платонову, это же относится и к Достоевскому, это же относится и к любой хорошей поэзии, к чему угодно. И где ее место вот в этой трех- или четырехчастной структуре? Ну, я могу сказать примирительно, предложить примирительную теорию школьной литературы. Хорошо, положим, мы не можем заставить человека любить Анну Каренину, если никакая его предыдущая дошкольная и школьная жизнь не готовила его ко встрече с Толстым. Читатели Полки иногда задают нам этот вопрос. Зачем, например, детям читать Анну Каренину? Как можно ответить на этот вопрос? Затем, что это очень хорошая книга, и читать нужно хорошие книги. Но, возможно, это не задача школы, потому что насильно это сделать нельзя. Возможно, задача школы это именно то, о чем говорила Полина и говорили вы. Непосредственно знакомство с художественной литературой, с русской классикой, это, ну, как бы факультативное дело, такое же, как живопись или музыка, которым люди учатся в специализированных детских школах, да, и не ожидают от общеобразовательной школы, чтобы она научила нас писать маслом. Да, и даже если они учатся в специализированных школах и в обязательном порядке проходят Баха, то дальше из всего класса, из 30 человек, один по окончании музыкальной школы будет периодически слушать Баха, и дальше через 20 лет наконец его торкнет, и он поймет, что же в этой музыке заложено. Поэтому, да, вот это счастливое озарение, встреча с классикой, встреча с классическим текстом, как с какой-то живой, обращенной к тебе вестью, это тоже, это даже не факультативная вещь, это вещь, к которой можно системным образом тебя готовить, но дальше все равно это в любом случае вопрос какого-то счастья или благодати. Это подкаст проекта Полка, читайте наши статьи о самых важных русских книгах на сайте polka.academy и слушайте нас на тех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. С вами были Полина Рыжова, Варвара Бобицкая, Лев Аборин и Юрий Сопрыкин. До следующих встреч.